шалом из иерусалима все говорят конечно сейчас про украину про украину про украину русский язык он стал наполненным уже разного рода терминами которые имеют отношение только к нынешнему военному конфликту уже все казалось бы сказано все проговорено все совершенно понятно кроме главного чему учит нас всевышние на этом примере простой смысл событий он доступен доходчив украина была вызывающим для россии фактором включая то о чем мы много раз говорили словесная героизация разного рода преступников второй мировой войны со всей атрибутикой который выражался уже в названиях улиц памятников украина постепенно становилась для россии неким вызовом вступление в нато ну да конечно тема была очень важна но кроме того что с 2007 года никому из бывших стран и ссср не было дозволено вступать в нато руководством североатлантического альянса и не было никаких планов присоединять ближайшие десять лет по крайней мере а дальше уже кто знает украина но тем не менее тем не менее все понятно что нашла коса ногами понятно что у россии было очень много причин для недовольства и понятно что же сделала россия данного лучшие из всех вариантов которые можно было бы себе представить абсолютно сам разрушительный разрушительным по отношению к украине ну а дальше идут эти бесконечные потоки лжи о том же тут гитлер там гитлер здесь нацисты там нацисты сейчас идет чем с обеих сторон президент украины выступал от имени украинского народа говорил нам в израиле что как мы вам помогли во время второй мировой войны сейчас ваша очередь помочь нам вот такие вещи даже то есть фантасмагория при том что люди так гибнут с той стороны а ложь какая-то совершенно фантасмагорическая гротескная идет с российской то есть они как-то настолько уже отравлены это тотальной ложи то есть если там в рот на 50 процентов то из москвы идет ложь процентов на девяносто девять мы это все уже обсуждали что надо требует осмысления что именно рушится сейчас при любых результатах это разрушение пространство российской империи русского мира славянского мира славянского единства православного так же это самоуничтожение и конечно же сострадание жертвами помощь невинным жертвам то с чего мы начинаем но продолжение оно должно быть осмысленным вот в этом мире либерализм в его пошлым агрессивным видео проявлялся в югославии в разного рода законах об однополых браках либерализм стал удушающим фактором в том числе в его потакание исламизма россия казалось сдерживающей балансирующей силы мне даже когда-то приходил новый пример связанный с серафимом саровским который где-то там в районе девеева рыл канавы говорил что зло дальше не пройдет то есть что россия это некая плотина некая преграда мутные воде на они дальше не пойдут как некий символ того что россия на может быть сдерживающим фактором для как это она стала сдерживающим фактором для нашествия на европу татар монгол потом мы с вами можем говорить тут и о сдерживании во время второй мировой войны то есть сдерживающий фактор женский сдерживающий фактор консервативности с левой стороны россия он немножко всегда был в чем-то присущ и здесь тоже и отсюда или повышена доброжелательность по отношению к россии которая была у некоторых людей в том числе до его не скрою того что так она была с моей стороны много на эту тему было написано говорим на видео естественно пожелание чуть ли не пожелание того чтобы путин мог стать неким неким продолжателем идеи императора корша персидского кира но путиным не стал россия не стала этой силы даже когда-то выступая на российском телевидении на вопрос чтобы я хотел сказать лично президенту россии ответил я хотел бы ему сказать что император кир вошел в историю и в историю библейскую прописан сорок пятой главе пророка исаи как тот человек который способствовал выстроению второго храма я пожелал президенту путину стать человек который будет способствовать и выстроению третьего юрусалимского храма это не прошло не произошло ни в каком виде ни в какой форме мы с вами сейчас свидетели угасания затухания говорим об этом с сожалением без злорадства без разного рода дурных ассоциаций не имеющих ничего общего с реальностью вы когда сравниваете с холокостом как то делал зеленский или со второй мировой вы помните что вторая мировая война это 60 миллионов убитых тут по свидетельствам украинской страны пока что они говорят менее двухсот детей это их статистика может быть и больше существенно я не знаю это что мы совершается военное преступление кстати тоже сомнений это в этом нет а то как же речь идет о российской армии которая отработала свой опыт в афганистане в течне и в сирии так понятно что даже при возможно сдержанном поведении со стороны основных боевых частей там может быть все что угодно но но не все что угодно то есть масштабы совершенно иные масштабы совершенно иные это какой глупостью все-таки надо быть зараженным чтобы из той и с другой стороны бросаться всеми этими ассоциациями второй мировой войны вот что за дурь такая у людей вот что с мозгами происходит когда всю историю человечества шли войны эта война она пока что ну совсем не более кровавая чем то что мы даже видели например американцев и раке кстати нет но она чудовищная по своей глупости по своей лживости и по своей мере самоубийственности вот об этом мы говорим никто там не гитлер никто там не сталин никто там не чингисхан а вот то что происходит это зачем всевышний нам это все показывает и не представляется иного объяснение кроме как сокрушение вот этой вот стены определенные сдерживающие сегодняшнего светского мира с последующим падением также западной либеральной системы они скоро видимо будут праздновать определенную победу но вслед за вслед за этим надо ждать также кризиса там потому что это пойдет как домино конец света разрушение мира нет конечно нет конечно кризис из которого выходят перерождение переосмысление является ли это концом российской империи будем осторожны но скорее всего это конец иллюзии третьего рима то что мы видим она пародийно по сравнению с тем как можно себе было представить идею от русского российского мира третьего рима означает ли это конец российской государственности да совершенно не обязательно и уж точно желать то этого мы не будем как это не ожидает конца кстати украинской государственности она на той или иной территории видимо только укрепиться по всей видимости если судя потому что мы пока что знаем о ходе военных действий настроение политического духа и всего этого идея третьего рима она не была существенная для той планеты на которой мы с вами обитаем нет но является примером очередного вот светского владычество в умах воцарения идей которые в их апогея являются отравы как это произошло и с либерализм когда произошло с другими избами как это происходит с демократией со всеми светскими светскими ядовитыми проявлениями мира без бога так они себя чувствуют у них есть прогресс у них есть наука у них есть политические теории экономические теории медийное пространство но у них нету ничего общего с постижением всевышнего нет ничего общего с духовной жизни собственно попытка россии утвердиться отторгнув и отвергнута изначально какие-то духовные основы они не могли не привести к разбиению этих сосудов к их сокрушению тому свидетели сожалению персональным потому что путин был партнером другом израиля да и сейчас сохраняют доброе отношение к нам и нет никаких оснований у нас как-то исключать это из памяти надо уметь сохранять дружбу и тогда когда твой друг совершает трагические ошибки самоубийственная разрушительная разрушитель по отношению к соседям дал все признаем все видим не поддерживаем гуманитарную помощь можно оказывать смело она благородно а вот политические это не наша война мы смотрим и видим как этот вот весь мир который строится на принципах и сова и дома на эдомийских принципах то что в древней мудрости называется семью царями как все вот это сейчас у нас на глазах сокрушается надо понимать не для того чтобы наказать торжествовать и говорить вот мы вам когда-то сказали а для того чтобы на этом был построен настоящий храм до центр это иерусалим на храм он должен светить везде наш взгляд на россию на украину на америку на францию должен быть взгляд того как это может быть преображено исправлено во благо во благо и из иерусалима мы всем желаем благословения от рады мира и добра веры духовность